И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен информации о, уже можно так сказать, полупрошедших майских праздниках, о том, что у нас было в первые выходные, ну и, ко всему прочему, сегодня в дополнении ко всему откроем контейнер и поговорим о всем том, что уже у нас в игре появилось. Здесь немножко больше информации по поводу изменений с расходкой, с работой дронов в целом, да, и под конец открытия замечательных ультраконтейнеров, которые у нас за супермиссии накопились, поэтому более такой разговорный будет видос, но на фоне скатаем какую-то каточку на моем одном из самых излюбленных вооружений. И в последнее время это Викингомолот с... ой, зажигательной смесью говорю, с поджогом и дроном-бустером. Что касаемо демочки и самого майского праздника, то, как и в разговорном видосе с анонсом, я говорил, что все довольно-таки дефолтно. Ничего сверхудивительного и интересного в этом плане у нас не было, за исключением демки, в которой у нас и изменениями, связанными с расходкой и работой дронов. Демка, в которой полноценно у нас не было ни дронов, ни овердрайвов, то есть, по сути, у нас была старая демка времен, так, года 2016-го, условно, да, где у нас, по сути, не было никаких там хопперов, которые могли жестко разваливать, забирать у вас золотые ящики. То есть, по сути, те же самые диктаторы, как и раньше, могли спокойнейшим образом ловить золотые ящики и ни в чем себе не отказывать. Ну и при этом расходка работала как не сейчас с МПК, да, а работала как дополнительно 25% для брони вместо 50% и 33% на дополнительный урон вместо 100% дополнительного, да. То есть, занерфленная определенная расходка и, по сути, все танки, которые даже катались без расходки, не так уж сильно отличались от тех танков, которые были с расходкой. То есть, эти изменения коснулись очень сильно тех про-битв, которые играются у нас с расходкой. То есть, те бои, которые у нас, например, идут в киберспортивные и прочие бои в про-битвах, которые играются с расходкой, но не играются с дронами. Ну а что касаемо матчмейкинга, то здесь потерпели колоссальные изменения те игроки, у которых нету никаких дронов. То есть, если у тебя нет дрона, а я, например, захожу в бой с фуловым М4 дроном, то у меня есть значительное преимущество над любым игроком, которого нету дрона. То есть, если у тебя его нету, то тебе нужно его быстренько-быстренько, конечно же, приобретать, дабы не было жестко-дикого дисбаланса. Ну а разработчики у нас говорят то, что это обновление, наоборот, сделано было в пользу того, чтобы на мелких званиях игроки, у которых нету большого количества расходника, могли себя чувствовать довольно-таки комфортно. Но здесь уже, как я сказал, есть свои определенные подводные камни, и я бы не сказал, что это поможет тем игрокам, у которых, соответственно, нету расходки и нету дронов. То есть, любой игрок, который будет чуть-чуть больше думать, он просто на маленьком звании приобретет себе дрон, и так же, как и раньше, будет только еще в два раза сильнее разваливать всех тех игроков, у которых этой возможности нету. Ну, либо те игроки, у которых, например, на старых аккаунтах есть уже дроны, да, как у меня, например, есть на бездонате фуловый дрон, и если я буду, например, с ним играть в матчмейкинговых боях, то вы увидите колоссальную разницу между моим танком, да, и между теми танками, которые будут играть без дронов, а еще хуже, если они будут играть непрокаченные без расходки. То есть, там вообще преимущество чуть ли не в 3-4 раза будет. То есть, очень спорное обновление, с которым я, наверное, больше не согласен, чем согласен, и я не особо понимаю, да, то есть, ну, с точки зрения маркетингового хода, я понимаю, что это байт на то, чтобы все приобретали дроны, прокачивали, тратили кристаллы, чтобы разработчики с этого заработали. Ну, а так, в плане доверия какого-то игроков к разработчикам его стало еще меньше, и в этом плане я бы сказал, что это, наверное, очередной провал, который заставляет игроков еще больше задуматься, что они хотят и зачем они играют в эту игру. То есть, да, такие обновления, ну, не являются при любом раскладе положительными, да, для тех игроков, которые, например, там, не хотят страдать, хотят комфортно себя чувствовать в игре, и выходит такое обновление, которое призывает вас целиком и полностью к покупке дрона. Если у вас его нету, то вы, значит, ну, хотите, страдайте тогда, да, не хотите страдать, покупайте дрон, да, хотите, тратьте большие суммы кристаллов, которых, может быть, у кого-то даже и нету, и выкачивайте все это дело, чтобы не чувствовать себя печально. Ну, и понятное дело, что в киберспортивных боях это тоже очень сильно все коснулось, некоторые форматы стали абсолютно неинтересными из-за расходки, потому что, где раньше дрон, дроп решал очень сильно, теперь этот дроп не решает ровным счетом ничего, и, ну, по сути, там нет смысла особо даже как-то контролировать и стараться забирать. Ну, и, ко всему прочему, те бои, которые даже с расходкой проходят, тоже здесь есть какие-то нюансы, которые не совсем понятны для меня, я не знаю, короче, я недоволен тем, что такие вещи происходят на такой стадии игры, да, когда уже у нас онлайн колеблется в каких-то печальных цифрах, и, грубо говоря, у нас выходит такая одного, которая, ну, максимально спорта. Максимально, да, то есть, если начало года было довольно положительное, и там были такие весомые, грамотные вещи от разработчиков сделанные, за которые я даже где-то хвалил, где-то говорил, что это все круто и грамотно, и что я даже удивлялся, как это так может быть, то сейчас все как по накатанное опять пошло в то же самое русло печальное. И, ну, мне, как игроку, который играет довольно длительный период времени в игру, данные вещи абсолютно непонятны, да. Что касаемо самой демки, я особо в ней не покатал, да, не могу сказать, что она там была крутая, печальная, я там пару-тройку боев сыграл, многие ребята говорят, что она крутая, многие говорят, что она не очень, да. То есть, скорее всего, те ребята, которые говорят, что крутая, сыграли там больше, и их зацепило что-то определенно, да, им надоели эти хопперы и прочие всякие овердрайвы, которые мешают. Они просто укунулись в хорошую демочку, плотную, да, в которой можно так же жестко пофармить. Ну, а те ребята, которые не выкупили, как я, например, особо ничего в этой демке и не поняли, поэтому здесь, ну, такое 50 на 50, да. И я в свою очередь скажу, что я так просто зашел там голды забрал, пару-тройку боев сыграл и все, да. То есть, у меня появился новый дрон, ловкач, да, были моменты, с которыми я больше хотел познакомиться в матчмейкинге, нежели просто поиграть в обычной демке. Ладно, вроде как все, что я хотел, я сказал, да, пишите свое мнение, что вы думаете по поводу расходки, по поводу всех этих изменений с дронами, да, вроде как я в каких-то видеороликах так непосредственно чуть-чуть где-то рассказывал, чуть больше, чуть меньше, но здесь уже такой более обширный обзор. Я думаю, что это не конечный итог и еще поговорим об этом и не раз, потому что всегда появляются какие-то определенные новые мысли по этому поводу, по... Ну, по таким вещам, ну, нельзя просто не говорить, да, и здесь у тебя может быть одно мнение с точки зрения матчмейкинга у игрока, другое мнение с точки зрения про битвы, да, игрока, который играет какие-то там катки с дропом, да, с расходкой без дронов. И мнение может разниться и меняться. Ладно, я забираю 7 ультраконтейнеров, надеюсь на то, что что-то годное мне дропнет, а не 7 белых, и приступаем к открытию, и сразу фиолеточка, мамонт, иммунитет от поджога. Не то, что я, конечно, хотел, но это хотя бы не 7 белых, и здесь я могу сказать еще и золотое сверху добавки гаусс с отключением, с пробитием, вернее, не с отключением, это то устройство, которое я когда-то хотел. Сейчас я, правда, не знаю, насколько оно жестко работает, скорее всего, не очень круто, но два свечения уже неплохо, и еще бы добавки какой-нибудь дало, но это, наверное, уже за многое захотел. Да, прикольно, 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 два устройства начали с такой негативной морали, а тут хоп-хоп и два новых устройства, да, на мамонт как бы, я бы не сказал, что мне особо надо это устройство на поджог, но что касаемо гаусса, это очень прикольно, что он мне дропнул, я думал, что там какая-нибудь красочка будет, а мне вот так вот хоп-хоп и гаусс на пробитием. Поэтому я думаю, что можно даже будет его полноценно пообозревать, когда-то я на тестовом аккаунте с ним катал, теперь можно будет еще и на основочке выкатить бронебойный зал, поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу расходки. Ну и ждете ли тест? Делаем тест с гауссом или не делаем? У меня, друзья, на этом все. Если понравился видеоролик, прожимаем лайк, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ваньков, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!